Этот обзор будет самым тяжелым испытанием ваших нервов. Говорите, такие, в общем-то, отбитые ребята. Если нет бабушки, обратись к дедушке. Святые девяностые. Видел я такое раньше? Нас батька Вейдер бросит в бой. Война нам слаще меда. Шесть тысяч шагов в день. А! Да! В космосе! Вы видите! Вы видите какое говно! Ненавижу! Новую республику! Ненавижу! Какой малышки, да вот! На этом наш обзор заканчивается. Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер, добрый день, доброе утро. На канале КБРИ. Это Кирилл. Это Иван. И вы смотрите снова наш трёп, так сказать, разработчиков. Вот. И сегодня мы разбираем, продолжаем разбирать... Мандалорца. Мандалорца. Понятно, что уже все его давным-давно посмотрели, составили своё мнение, но... Тем интереснее послушать наши. Тем интереснее, да, послушать мнение умных людей. И самое интересное, да, что эти олдскулы не заболят. Самое интересное, начать хочу с благодарности, конечно же. Благодарность – это всегда интересно. Спасибо Ивану за то, что он смог подготовиться к этому обзору. Спасибо. Ну, Кирилл, на самом деле, преувеличивает. Просто он меня очень долго, так сказать, подбивал на это. Вот. Ну, надо завершить дело до конца. Всё-таки, чтобы незакрытых гештальтов не оставалось, поэтому... Ну, это по-мужски. Так. Чтобы не стагнировали гештальты. Доведём до конца, так сказать, разберём Мандалорца и, наверное, потом, может быть, Ведьмака. Но параллельно хочу вам сказать более важную и главную новость. Игра состоится при любой погоде. Да, ну, вы наверняка смотрели моё предыдущее обращение. Я там уже сказал, что игра состоится в августе. Если не смотрели, ссылка где-то там будет. Там будет. Вот. И можно уже подавать заявки. Мы верим в то, что к августу карантинные меры будут сняты. По крайней мере, такие жестокие. Они уже... Тьфу-тьфу-тьфу. Не хочу сглазить. Но вроде как у нас... Ситуация улучшается. Ситуация, да. Тьфу-тьфу улучшается. Постучу под дерево я. Вот. И... Ну, по моей голове постучать. Ну, зачем? Оставим, но потом. А потом кость, а не дерево. А ещё я в неё пью. Да. Вот. Поэтому игра будет. Подавайте, пожалуйста, заявки. Я знаю, что вам надоело сидеть дома. А к августу вам вот так вот надоело сидеть дома. Даты скажи. Даты. Это первые две недели августа. Со второго по пятнадцатый август. Да. Обязательно, пожалуйста, приезжайте. Век дракона. Да. И ещё. Конечно же, мы с большой уверенностью говорим, что игра будет. Но, как вы понимаете, мы предполагаем, а судьба располагает. Поэтому, конечно же, если вдруг, не дай бог, что-то там ухудшится. И всё это сократится, да. Не сократится, а продлится, да. То, конечно же, в этом случае мы просто тут наши полномочия уже, как говорится, всё. Не будем идти против здравого смысла. Но. Подайте заявку сейчас. У нас не нужно делать предоплаты. Не обязательно её делать, да. То есть, вы можете просто подать заявку. И мы будем смотреть. Ссылки на заявки в описании к видео. Да. Телефоны, по которым можно связаться. Сайт КБРИ, на который можно зайти. Соцсети наши там тоже есть. Да. Соцсети, всё, как подать заявку. Вот. Пишите, в конце концов, в комментариях здесь, если вы не разобрались, как подать заявку на игру. И игра, она таки обязательно состоится. Пишите обязательно, приезжайте на игру. Приезжайте на игру. Желательно игроком, но если вы мастер, тоже пишите. Мастера пишите, игроки пишите, родители. Все, все, все. Ждём вас в скитяжной игре со 2 по 15 августа. Век дракона. Век дракона, да. Ну что ж, теперь, собственно, к Мандалорцу. Седьмая серия. Седьмая серия. Она в русском переводе называется как расплата. The Reckoning. The Reckoning. Да, The Reckoning. Вот. А восьмая, посмотрю, будет называется Redemption. Из скупки. Redemption. Да. West Dead Redemption. Ха-ха-ха. Короче, седьмая серия Мандалорца начинается традиционно с того, что он летит в космосе и получает сообщение от негра, главы гильдии, с которым он, вы помните, подрался. Которого зовут Гриф Карга, которого недавно ввели в интересную игру для консолей, о которых я постоянно говорю. Почему для консолей? Для мобильников. Для мобильников. Да. Его ввели. Грифа Карга ввели и ввели Кару Дюн ввели. А самого Мандалорца ввели? Мандалорца ввели как вспомогательного персонажа. Да, ввели, да-да, и Мандалорца ввели. Его тоже можно теперь выкачивать. Я уже выкачал всех. Он не мета, типа, вспомогательный? Нет. Они идут все как дополнение к пачке, собственно, этих, господи. Ивоков. Нет. Конечно же, в дополнение к пачке Сестер Ночи. Шутка. Он идет как мерзавцы. Ага. Я, к счастью, не играю уже, поэтому... А я глубоко и плотно сижу. Продолжим. В общем, вот этот гриф Карга отсылает голографическое сообщение о том, что после того, как наш герой расправился с гильдией, почти всех там перебил, этот гриф Карга чудом выжил. Вот. Гильдии не стало, и вакуум заполнился имперцами. Ну, бывшими имперцами. Вот этот... Я сначала написал... Державыми имперцами. Газфринг там, да, главный. Но Газфринг, еще мы про него пока еще ничего не знаем на самом деле. Вот. А знаем мы про вот этого старого имперца. Я забыл тоже, как его зовут. Про старого имперца. Которого играет немецкий режиссер. Тоже все забыл. Все, все, как бы уже. Ну, не важно. Все смешалось. Смотрите предыдущие эпизоды. Вот. И, значит, собственно, негр говорит Мандалорцу, дескать, мы с тобой подрались, но ты прилетай, и мы вместе завалим имперца, потому что он и мне жизни не дает, и тебе жизни не дает, вернее, не тебе, а Мелахи Йоде он не даст жить, потому что, собственно, вот так. Враг моего врага, мой друг. Да. И Дин Джарин понимает, что у него мало выбора, но ситуация, так сказать, критическая, требует каких-то силодвижений, и он решает, что он заручится поддержкой. Вот. Он написал, что имперец всех достал, давай лучше вместе ударим по Тбилиси, как говорил один политик в нулевых. Вот. Ну, ты-то его зачем с пыльной полки-то достал? Ну, там, типа, давай, хватит ссориться, лучше вместе, типа, да, по Тбилиси, да. Тбилиси, да. Это такая, для совсем у кого скулы... Ну, вот так, как у нас седые. Да. Короче, прилетаем на планету, которую я назвал Вьетнамом, а там Джина Карана дерется с Забрахом, такой большой Забрах. Она просто зарабатывает себе деньги и тратит жизнь. Она, на самом деле, да. Джина Карана – это актриса. Да. Конечно, про Кару Дюн речь. Вот. В общем, она дерется с Забрахом, используя какую-то пупочную связь. Пуповину. Так и называем. У них такая, да, такая электрическая. Из пупа к пупку. Да. Вот. Видимо, чтобы не улетать. Это, видимо, чтобы было чуть зрелищней. Или чего? Или как? Зачем? Вообще напоминает такие классические славянские кулачные бои. А там люди обвязывались? Ну, чтобы тот, кого ты кулачишь, не убежал, например, от тебя. Не знаю. Там не обвязывались. Там было просто за сапогами лазили, да. Напишите в комментариях, есть ли какой-то аналог в реальных каких-то боевых соревнованиях. А, в смешных играх от японских товарищей наверняка что-нибудь такое подсмотрено. В общем, Забрах большой, красивый. А, да. И мы видим, что Кара Дюн, да? Кара Дюн. Вот. Кара Дюн, она на самом деле и в жизни такая же, как Джина Карана. То есть зарабатывает ровно тем же самым. То есть дерется на потеху толпе. То есть ей даже играть никого не надо. Да. Ну, собственно, мне кажется, почему бы и да. Да? Вот. Ну, да, собственно, почему бы и да. Вот. Забрах не выдерживает напора. Да. Ну, конечно же. Ему тоже не выдерживает напора. Конечно же. Сильная женщина побеждает. На месте Забраха, потому что это же чемпион Европы и мира, между прочим. Слушай, но вот. Если вы забыли. Я, конечно, не большой, опять же специалист. Но если чемпион мира женщина выйдет против чемпиона мира мужчина, а Забрах выглядит тоже не салабым. Мне кажется, все-таки мужик победит. Ну, чемпион мира. Понятно, что я никогда не победю Джину Карана. Ну, чемпион мира-то по борьбе, наверное, победит. Я бы вообще не смог бы ходить против прекрасной половины человечества. Ну, да. Был такой один комик американский, который, я забыл, как его звали. Саша Барон Коэн? Нет, раньше, еще в 70-х. Он, ну, такой странный был чувак, отбитый. Вот. Он промышлял, кроме всего, тем, что говорил женщинам, что он даст им тысячу долларов, если они его победят. И это он сам себя называл межполовым рестлером, чемпионом по межполовому рестлингу. Ну, в общем, такое. Тут у нас рейтинг не забудь 18 плюс поставить. А у нас всегда рейтинг 18 плюс. Короче, вернем, собственно, к Мандалордец. Вот. Мандалордец садится за стол, они пьют спочку, и он говорит ей. Спочка блюэльс. Да. Пойдем завалим одного варлорда. А она ему говорит, зачем мне этих варлордов валить, я вообще-то хорошо и здесь живу. А он ей говорит, а он империс бывший. Она такая, тогда пойдем. Поехали. Поехали. Потому что она повстанец, бывший шок-труппер. Сторм. Шок-труппер. Шок-труппер. Вот. Или еще дропперсы. Дропперы. Вот. Сбрасывалки. 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 Как раз убийством имперских командиров. Вот. Такие, в общем-то, отбитые ребята. Вот. Но про них больше информации нет. Кроме того, что говорится в фильме, больше ничего нет. Что потом они стали типа охранять мирные делегации. И поэтому Джина Карана оттуда ушла. И пришли в разряд телохранителей. Вот. Короче, она соглашается. Они летят дальше. И пока они летят, Милаха Йода куролесит с кораблем. Им стоит там отвернуться. Они пошли оружие посмотреть. А Милаха Йода начал нажимать на кнопки, рычаги двигать. Но, в общем-то, оставили в рубке ребенка. И вот так поступает ребенок, конечно же, как вы поможете. Можете, собственно, проверить. Оставите своего трехлетнего ребенка в машине. А сами на заднее сиденье сядьте. В скобочках не делайте так. Но только не пересаживайтесь, пожалуйста. Когда машина едет со скоростью 100 км в час. В общем, он там начал что-то нажимать. Корабль стал крутить. И они понимают, что с Милахой Йодой идти на задание нельзя. И надо его оставить бабушке какой-нибудь. А бабушки у них нету. А на роли бабушки прекрасно подходит угноту. Да. Поэтому они летят к угноту. Дедушка, если нет бабушки, обратись к дедушке. Вот. Молодым родителям, конечно же, всегда понятна эта ситуация. Что нужно идти на какое-нибудь дело, а ребенка не с кем оставить. И я заплакал. Вот. В общем, короче. Угнот сначала тоже ломается. Но нам тут интересно, что нам показывают дроида EG-11, по-моему. Вполне себе, да, это EG-11. Который. Который себе работоспособный, которому вынесли мозги в первой серии. Да. Который приносит чай. И он теперь такой робот с манерами. Слуга. Слуга, да. И вот здесь я хочу сказать, что у создателей расширенной вселенной, в самом широком смысле этого слова, старого канона, нового канона, у них есть, мне кажется, такой какой-то негласный конкурс. Или такой как бы негласный мотив, который можно выразить словами, а давайте придумаем дроида как можно более странного и нелепое сочетание. А, 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 а. Счетчик дурацких теорий. Пинг. Вот. Началось все это, естественно, все, может, кстати, еще и раньше-то началось, но типа с, господи, ну как его в Которе? Ну вы поняли? С кого? ХК-47. Да, с Сашка-47. ХК-47. Вот, конечно, который весь такой переводчик а-ля-си-три-пи-о, при этом он там убивает людей, называет их мешками с мясом и так далее. А здесь у нас есть боевой дроид охотник за головами, нянька. Вот такое сочетание несочетаемого. У меня тут прям отсылка к Терминатору второму, когда он начал спасать этого Милаху Йоду, это прям было вот, ну, чисто Терминатор. Но в этой серии он еще его не спасает, он следующий как бы, но... Я забегаю вперед. Суть понятна. А у Мандалорца он же ненавидит дроидов, при этом он видел, как этот дроид был запрограммирован убить Милаху. В самом, увы, не с мозги. Да. И говорит, ты в своем уме угноту, он же убьет его, я не разрешу, а угнот говорит, я его перепрограммировал. И нам показывают такую вставку, как угнот нашел дроида и... И начал его учить с нуля. Да, но перед этим он говорит, что он воспользовался правами Хартии Новой Республики. Ну, не говорится, какими правами. Но, как бы, судя по всему, эта Хартия Новой Республики провозглашает следующее. Что нашел без хозяина, то твое. Ну, как бы, то есть он нашел его разбитого и забрал себе по Хартии Новой Республики. Хартию Новой Республики Джавы писали? Я не знаю, кто ее писал, но, то есть, получается, что в империи, мы еще к этому подойдем ниже, в империи, где был какой-то порядок, империи не стало, и Новой Республика, и, типа, твари, что хочешь, дикий Запад, господи. Мама, анархия. Святые 90-е, не иначе. Папа Новая Республика. Ну, просто наступили, Святые 90-е, поэтому можно брать все, что плохо лежит. Да, кто знает, что там за Хартия Новой Республики, нам, опять же, не поясняется. Пожалуйста, напишите в комментариях. Да, что-то другое имеется в виду. Но, в общем, выглядит это как, короче, Новая Республика сказала, грабь, награблена. Иван научился делать так, чтобы комментарии не закрывались к видео, поэтому, пожалуйста, приглашаем вас к обсуждению. Вот. Да, после этого нам показывают, я назвал это физиотерапией для дроида, потому что, ну, знаешь, как человек, который получил травму, он потом не умеет ходить, там восстанавливается, у него там еле-еле руки шевельтся. Вот у дроида тоже, он там не умеет ходить, падает. Физиотерапия для дроида. Не буду чашку ронять. Физиотерапия для дроида, ребят. Просто лайк за физиотерапия, что ты несешь? А как это работает? Ну, окей, чуваку вышибли мозги. Да. Допустим, у него там были электронные мозги, процессор. Да, да. Заменяйте эти мозги. Ну, блин, что такое? То есть, а если бы это был не боевой дроид, который умеет ходить, а R2-D2, его что, нужно было бы заново колесики учиться крутить или что? Ненавижу! Непродуманные сюжетные ходы ненавижу! Да нет, понятно, что это, типа, как бы, очеловечивание дроида. Правда, дальше угнот говорит, что дроиды неплохие, нехорошие, они такие, какими мы их сделаем. Вот. Вот этого дроида, охотника за головами, у него как-то плохо с моторной системой, потому что роботы Boston Dynamics ходят, двигаются и существуют лучше, чем... А это в реальной жизни, это фантастика. Во всех озвучках называют нас мешками с мясом. Да, кстати, это тоже. Ну, ладно, это я придираюсь, это мелочи, как бы. Окей. Вот. Короче, дроид-сиделка, эти животные, и угнот, ну, вот эти ездовые, как они, блурги, блурги. Да, блурги. Старые вам всё забывали. Вот, короче, они летят, собственно, на... Они летят на эту планету, где охотят за головами. Навара. Да, да. Вот. По дороге происходит неприятный инцидент. Чем развлекаются мужчины и женщины, оказавшись на корабле вместе, они правильно армрестлинг устраивают между собой. Вот. И в этот момент врывается маленький малыш, который подумал, что сейчас Дину Джарину притреснут, как говорят некоторые мои знакомые дети. И он решил маленько придушить сторону шок-труппера. Да, он использует этот форс-грипп, да, по-моему, это так называется. Да. Захват силы. Вот. И, как бы, душит нашу... Кару. Кару, вот. И она чуть не задыхается, она, естественно, бугуртит по этому поводу потом, что такое, что такое. И в этот момент Угнот замечает что-то и говорит, ммм, видел я такое раньше. Угу. Угу. Или не видел, но рассказывали, что... Угнот работал на Империю, но не по своей воле, а его там заставили, он был типа в рабстве. Вот. И он что-то там генной инженерией какой-то занимался или какой-то там инженерией, вот. И видел, что-то слышал там про силу отголоски. Ну, окей, сила... Давно уже несколько десятилетий в галактике джедаев нету, хотя за несколько десятилетий забыть про такой феномен, как сила, это как-то странно. А как же мальчики, которые в новой серии эпизодов вот так вот с помощью силы... Не вспоминай. Не вспоминай про это. Короче, никто не знает, что такое сила. И это окей, ладно, мы с этим смирились нормально, да. Я тут про другое хочу немножко остановиться и сказать, что вот смотрите, малыш Йода, он весь такой пупсик-лопупсик из себя хорошенький, но использует те же приемы, которые использовал и небезызвестный батька Вейдер. Вот. Нас батька Вейдер бросит в бой. Война нам слаще меда. Тамыч, если смотришь на нас, привет. Вот. Это Кирилл, если что. Очень приятно. Вот. Это Иван. Да. Короче, и вот здесь мы можем остановиться на таком моменте. Дело в том, что в 90-е годы, если я опять же не ошибаюсь, в расширенном каноне существовала такая штука, что как бы сила делится на светлую и темную сторону. И есть приемы, характерные для светлой стороны, а есть приемы, характерные для темной стороны. Если ты используешь молнии, ты типа как бы используешь темную сторону, да, и как бы можешь склониться на нее. Потом это поменяли, вот. И, вернее, вот это вот мнение канон поменяли, и уже в нулевые годы оказалось, что у силы как бы как таковой нету, ну, приемов силы какой-то маркировки. Да, темно или светло. Поэтому и джедай может использовать молнии, и удушение, и ситх может использовать тот же форс-хиллинг, да, например. Вот. Напишите, опять же, как вы считаете, что более правильно на ваш взгляд, что более логично. Это белый цвет. Вот. В принципе, то есть там как-то так объясняется, что, когда ты используешь, например, молнии, ты используешь ярость. Но если ты ее осознаешь и контролируешь, то ты просто используешь ярость для своего как бы блага и не падаешь на темную сторону. Вот. Но, типа, ты можешь упасть на темную сторону, потому что контролировать ярость, типа, сложно, да. То есть ты как бы можешь потерять чуть-чуть. Ну, Великий Магистр Йода вместе... Ой, что я говорю? Да, вместе ситхов, войдя к Палпатину, притреснул с помощью силы двух его охранников. Не, ну, он просто телекинезом их шмальнул. Вот. А потом с помощью той же силы притреснул и поджег молнией дерево с джедайскими книгами. Ну, это уже... Ну, будучи уже проекцией силы. Это уже проекцией Диснея, будучи уже. Он-то сделал. Я Рэй Скайуокер. Все, не напоминай. В общем, да. То есть маленький ребенок, а он все-таки, наверное, ребенок у Меллаха Йода, вполне себе может вас задушить. Трехлетний. Ну, типа трехлетний. Как бы. Вот. Короче, прилетаем на Навары. И тут я наконец-то понял... Нас встречает делегация. С вот этим негром главой гильдии и его... Гриф Карга. Грифом Карга. И его тремя друганами в бедрах. Приспешно. Один из них Боск. Нет, не Боск. А там не было крокодила-человека-боск? Там был такой рептилоидный, но я забыл, как это называется, и мне было лень смотреть. Она есть в этом, в эссире «Повстанцы». Не «Повстанцы», «Сопротивление», «Повстанцы нормальные», простите. «Повстанцы нормальные» мультики еще. Ненавижу! Вот это... Сопротивление ненавижу! Сопротивление про странных детишек на водяной станции. Я буду просто тебя... Вот. Короче. Из этого фильма. Да. Вот там из этой расы. Я забыл. Почему-то мне говорят «Ногри», но это не «Ногри». Неважно. Короче, я понял, почему все планеты выглядят как татуин в разных цветовых фильтрах. У них одна лекала была. У них, на самом деле, уже вышел даже документальный фильм о том, как снимали «Мандалорис». У них была инновационная технология, которая удешевила производство в разы. В чем она заключалась, технология? Я, опять же, не специалист по технологии. Они и те же фотообои. Ну, практически. По сути, да, это фотообои, только это очень продвинутые фотообои на движке Unreal Engine 4. Они построили большой круглый экран. Большой круглый экран, который в реальном времени выдавал графику и обрабатывал ее как там в реальном времени. Поэтому под разными углами ты мог ходить, и картинка менялась. Да, то есть это отличается от обычного экрана тем, что картинка просчитывалась как бы в реальном времени. И это было так зачепенно и удобно, что не нужно было выезжать не на локации. Кучу денег они сэкономили, естественно, благодаря. Но вот тут у меня встало, почему все планеты выглядят одинаково. Я теперь смотрю Мандалорс и везде вижу вот этот экран круглый. Вот, который... У нас есть вот эти вот пустоши. Вот он хорошо отображает пустоши, да. А вот там, где нужно было строить декорации, да, вот таких моментов в фильме меньше. Как говорит актер Стышкин в одном из образов. Ненавижу! Круглые экраны ненавижу! Да нет, и видно, что технология, по-моему, впервые использовалась в кино. Может быть, конечно, до этого. Но, по крайней мере, она еще молодая, требует доработки. И она передовая, безусловно, технологии, но требует доработки. Видно. На мой взгляд, планеты все одинаковые. Мне кажется, кино требует бюджета. Да. А не доработки. Ну, они, может быть, поэтому... Потому что они отладили эту технологию и не нужно выезжать, поэтому они успели это уже и второй сезон снять. Мне не резал глаза круглый экран. А мне тоже не резал, но стал резать, когда я про него узнал. Меньше знаешь, крепче спишь. Но теперь вы тоже знаете про круглый экран. Живите с этим. Привет, бессонница! Да. В общем, встречаем вот этих вот товарищей и... Происходит разговор. Да, происходит разговор. Пойдемте, пойдемте говорить с нами. С тела грязного горя. Вот. И они идут куда-то пешком. Интересно, вот как его зовут негра? Гриф Карга. Гриф Карга сюда тоже пришел пешком? Почему сюда? Почему они должны несколько дней, ну не дней, но по крайней мере сутки... Полтора суток идти. И куда-то идти. Почему они здесь высадились? Потому что имперцы перекрыли полностью навару. Хорошо. Имперцы перекрыли, поэтому они на окраине встречаются. А Гриф Карга сюда пешком шел? Вот у меня вопрос. А тебе что, жалко, чтобы Гриф пешком прошелся или что? Это странно. Чувак. Шесть тысяч шагов в день для здоровья. Запишите, пожалуйста, все. Я вот хожу шесть тысяч шагов. Я хожу больше. Вот. То есть, Гриф Карга, видимо, тоже следит за своими шагами, поэтому решил пройтись пешком. Ну ладно. Уж ты уж, круглый экран ему не нравится. Пешком пришел не нравится. Короче, они идут, по дороге нам показывают козу. Там реально коза стоит в кадре. Славовая. По колено в лаве стоит. Кормится славового потока. Да. Явно с нашей фермы сбежал. Реально коза. Мне понравилась коза, кстати. А потом нам покажут, как они, видимо, эту козу едят. Ну, они там едят мясо. И здесь снова возникает тема о плотоядности милахи йоды, потому что милаха йода с радостью тоже поглощает эту козу, ну, зажаренную кусочками. Вот. И тут мне вспомнилось, как бы, происхождение эволюции человека вспомнилось мне, да, и наши большие и крупные сложные мозги. А связаны они с тем, что мозг в нашем теле, не дадут мне соврать специалисты, является самым большим потребителем калорий, энергии. И именно тот факт, что человек был всеяден и смог есть и переваривать мясо, позволил человеку, ну, собственно, отрастить себе такие вот большие и высокоэффективные мозги, по сравнению с людьми животными. Научный метод на наших видео. Да. Вот. Спасибо. Очень интересные лекции, откуда я все это узнаю, Станиславу Дробышевскому. Вот. Если смотрите на Станислав Владимирович. Ссылки не будет. Дальше. Вот. Так вот, милаха йода ест мясо. Мясо позволяет ему, то есть, концентрирует внимание зрителя на том, что это очень плотоядная раса. И, видимо, ему нужно очень много энергии, калорий, да, для того, чтобы пользоваться силой. То есть, как бы, вот, это мое предположение сейчас. Я не знаю. На самом деле. Счетчик дурацких теорий. Да. Но, предположим, что сила может быть связана с какими-то внутренними органами, может быть, нервной системой живого существа. На самом деле, уши, как у мастера Шифу, вот где вся сила. Ну, короче, вот. Я даже написал. Мозг, сила, мясо. Запишите лозунг на день. Дальше. Вот. Дальше нам рассказывают, что там будет только четыре имперца, что они, максимум, они легко справятся. Лапша для ваших ушей, говорят они нам. Да. И вот тут на наших друзей нападают птеродактили. Псиродаксели хватают одну, эту, блурга уносит его. Еще. А, нет. Эти два друга его на месте. Но сильно ранят. Грифа Карго. Грифа Карго. Сильно ранят. Еще у них ядовитые когти. И у него начинает гноиться эта рана. И, как бы, медпаков у них один. Один медпак был на вот эту всю авантюрную операцию. Они не взяли с собой аптечек. А вдруг им перцы заметят. Аптечки, да. Они поимых и вычислили. Вдруг они заметят аспирин у них там, я не знаю. Вот некоменты, чтобы сходить по вселенной. Вот, короче, почему-то у них одна аптечка. Но на помощь приходит Мелаха Йода. И мы видим, что он может не только души, но и форсфелинг оказывать. Так же, как Рэй подтянила эту лягушку. Ой, блин. Эти стихо. Лягушку в пещерке. Вот, короче. Она просто сразу жила. Да, Мелаха Йода вылечивает, собственно. И угнот такой. Да. Я видел такое. Ну, в общем, короче, уже второй раз. И нам вообще эти псиродактиль, все это нападение нужно для следующего вот этого поворота. Да. Потому что, когда Мелаха Йода вылечил Грифа, Гриф понял, что его изначальный план был плохой и раскаялся. И он осознал это, и мы видим девелопмент героя от начала серии до середины и в конце. Ну, не знаю, что сколько там. Короче, у нас происходит вот этот поворот. Двое с подручников этих Грифа собираются застрелить Мандалорца и Кару. Вот. Но в этот момент Гриф стреляет первым. Гриф стреляет без промаха. Ну, в русском. В Резвая Бритва? Да, по-моему. Ну, в Резвая Бритва. В Резвая Бритва это русские адаптации. Да. Ну, там что-то там, короче. Или Реза Крест, что-то такое. Да, вот что-то такое. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я забыл, как это назвать. Короче, это опять же не суть важно, потому что герои идут в бар. И там выясняется много-много имперцев. И там выясняется много-много имперцев. Да, на входе в город они встречают двух этих скаут-трупперов, короче, разведчиков, да, которые на своих этих байках стоят, пасутся. Они тут сыграют еще свою роль. Вот. Они там предлагают за 20 кредитов купить шлем. Шлем Мандалорца? Мне кажется, это как-то мало. Мне кажется... Ну... Это они специально так мало сказали? Или там реально такие-то сцены? То есть, как бы... Да подожди. Там, может, кто-то не Бескаровский шлем. Может, это просто копия. Нет, у него... Поэтому продешевили. Ну, хрен знает. Короче, не важно. В общем, они приходят в бар. Мы видим старого имперца. Я забыл, как его зовут. И он весь такой... Старый имперец. Я забыл, как его зовут. А его так, собственно, и зовут. Вот. Он, по сравнению с другим имперцем, который вот-вот появится, он такой... Дядька, хоть и имперец такой, фашист, да, но, типа, с ним может, по крайней мере, поговорить. Он не варвар. Он не зверь. Он готов договариваться. И даже Мандалорца, который перестрелял там половину его солдат, разнес его укрытие. Он готов продолжать с ним вести диагноз. Просто, как говорят сейчас, очень это удобно, модно говорить. У него тоже есть своя история. Да. Что стыдится теперь. Да. Вот. Значит, между тем, старый имперец задвигает телегу о том, какая империя была-то неплохая, по сути, как бы, организация. Патриотическая имперская пропаганда. Был порядок, дескать. Не было вот этого всех бандитов, воров, жуликов. Вот. Стабильная экономика. В общем, все жили нормально. Пособие, безработицы. Да. То есть, как бы... И вот здесь я хочу немножечко философски, опять же, остановиться на этом вопросе. Дело в том, что в нашей стране, среди фанатского сообщества, да и не только в нашей стране, на самом деле. Вообще среди фанатского сообщества есть такая, ну, штука, что, ну, повстанцы, кто они такие? Они скучные. А вот имперцы, да, это прям круто, молодцы. И, ну, типа, империя – это стабильность, порядок. Вот. Достаточно вспомнить крупнейшую организацию 501-й легион. Я какой-то неправильный фанат. Ну, вот, слушай, вот, слушай. Никогда так не думал. Ну, вот, большинство... У меня каминал. Слушай, я, конечно, не знаю. Напишите, как вы считаете. Но вот за время моего общения в фанатской среде я, как бы... Наши сограждане всегда болели за империю. Ну, то есть, понятно, что Люк Скайуокер там молодец, да, но Вейдер – это вот это да. А вот эти все Стар Дестройеры, а имперский марш... И вот многие сочувствовали, как бы, империи. И я вот здесь хочу сказать, что... Да, плюс еще проводится часто параллель, вспоминаются слова кого-то Рейгана, да, про империю зла, что Советский Союз – это империя зла. И, дескать, а мы, так как наследники этой страны, типа, мы империя зла? Ну, окей, мы империя зла! Вот мы вам всем покажем, мы империя зла. Так вот, дорогие друзья, хочу сказать, что империя в «Звездных войнах» со слов Джорджа Лукаса была списана и собирательным образом ни в коем случае не с Советского Союза. Она вообще, если и имеет под собой какой-то реальный прототип, то это скорее фашистская Германия. Еще раз, это как бы слова Лукаса. Более того, а к шестому эпизоду, к шестому эпизоду «Битва на Индоре», там, опять же, Лукас и другие авторы, ну и плюс те, кто проглядывается линия, в общем, войны во Вьетнаме, которая была непопулярна в США, где большое, сильное государство... В джунгли. Проигрывает, да, проигрывает аборигенам, как бы, да, по сути. Аборигены. Вот. И тогда получается, что к шестому эпизоду «Империя» списана-то с большой и сильных и могучих США. Вот. Вот. А никак не с нас. Поэтому не стоит забывать, что эти страны, ну, бог с ними, США, фашистская Германия, как бы, это не те страны, которым нужно гордиться там или подражать. Как бы это вообще-то были... Да. Это как бы не то немножечко. Вот. Поэтому слова старого имперца о том, что, о том, что вот раньше была империя, был порядок, а теперь мы ее свергли и, как бы, да, такие... Вот раньше было лучше. Да. Вот раньше было лучше. На мой взгляд, конечно, деспотические и тиранические режимы, это не то, к чему стоит стремиться человечеству. Но! Мать вашу! Дальше он... Кхе-хе-хе! Я ж докашлялся. Дальше он говорит, что... Какой момент! Это по-друге. Вы видите, какое говно стало сейчас в Новой Республике, и я не могу с ним не согласиться. Вашу жмашу. Чем эта сраная Новая Республика, лучше уж, блин, империя получается, чем вот это вот, что мы имеем, блин. Как так-то? Что ты придумал, Дисней? Куда ты завел франшизу? Простите, я не смогу. Я против империи. Но по сравнению с Новой Республикой, это просто... А-а-а! Да! В космосе! Давай! Вот! Ненавижу! Новую Республику! Ненавижу! Ха-ха-ха! Вот! Иван, ну зачем ты так? Ну, это художественное преувеличение. Ну, что ты так близко к сердцу воспринял? Короче, дальше старик говорит, покажите мне милаху. Они говорят, он спит. Он говорит, пусть проснется. Надо сказать, что они люльку с собой пустую просили. Да-да-да, люльку с собой, вот. И звонит ему малыш Гедеон. Ха-ха-ха! Какой малыш Гедеон? Мов Гедеон звонит! Малыш Гедеон! Короче... Ха-ха-ха! На этом наш обзор заканчивается. Спасибо за внимание! До свидания! Ха-ха-ха! В общем, малыш Гедеон звонит старому имперцу. Ха-ха-ха! И оказывается, что зачем он ему звонит, непонятно. Потому что вот они силой Мов и Гедеона уже стоят снаружи бара. И дальше они зачем-то, я тоже не понял, зачем-то расстреливают своих же имперцев. Ну и пытаются, видимо, попасть по этому... По Грифу. По Грифу, Гену и Карию. И, видимо, по Милахи Йодине тоже пытаются по нему попасть. Извините. Вот он по трём людям. По трём... По трём они пытаются попасть. По трём людям, да. По трём. Зачем... Почему? Окей, ты такой злой, плохой. Ну зайди ты, забери этого Милаху Йоду. Арестуй ты этого Мандалорца. Зачем ты убиваешь своих имперцев? Бей своих, чтоб чужие боялись. Зачем ты старика этого убиваешь? Чтобы, видимо, показать, что старик, он был ещё, знаешь, нормальный. А вот это вот прям империя. А вот это прям, вот это прям империя злодея. Ну, если учёшь, что Мов Гедеон прочищал зачистку, руководил зачисткой... Короче, дальше... Мов Гедеон спускается на своём модном Тайфайтере, у которого крылья так мне так... Классный, кстати, мне понравился. Вроде как Тайфайтер обычный, а вроде как такой вот... А! Типа с изюминкой, да. Вот. И у него там эти штурмовики смерти, или как они называются, вот эти чёрные... Спецназ. Из Гой-1, да, они, по-моему, там первый раз появились. Вот. И, значит... В классическом стиле братьев Вайнеров он говорит, а теперь горбатый! Я сказал Дин Джарин! Ну, на самом деле... Выходите! Он... Как бы, когда он обращается, я ничего с собой не могу поделать. Я вижу просто Гаса или Гуса Фринга из сериала «Во все тяжкие», который... Вот сейчас Уолтера Уайта собрался доставать из этого бара. Вот. Он также абсолютно играет, он, правда, одет какой-то пафосный имперский доспех. Но вот ему, прям, он в той же манере. Это классный тип злодея, еще раз, да, но он тут повторяется. И, скорее всего, конечно, его в конце, там, в третьем сезоне победят... Что это заштампованный эпический... Нет, ну, просто у актера... Злодейский штамп, ты имеешь в виду? Нет, это не штамп злодея, это... У актера есть амплуа, да. У актера есть амплуа. А он играет... Ну, не то чтобы прямо одинаково. Как Александр Невский. Александр Невский молодец, да. Вот. Он играет в своем амплуае, и видно, что это, блин, как бы Газ Фринга, который вот хозяин Лос-Полос Херманас, как бы, а еще и наркотики варит в промышленных масштабах. Вот. И я прошу, если авторы «Мандалорца» смотрят сейчас наш обзор и понимают русский язык, а может быть, там кто-то есть такой. Там есть переводчик. Вот. Да. То, пожалуйста, когда... Пускай, когда Мофа Гидеона будут умирать, пожалуйста, пускай его убьют так, что у него пол лица будет обженотом или не будет вообще. Пожалуйста, сделайте эту отсылочку. Я вам просто поставлю лайк и даже подпишусь на Disney+. Может быть, если его запустят в России, в скобочках, я не подпишусь. Вот. Ну и все, в конце взял и завалил. Да. Короче... Жалко написло, Иван. Жалко. Жалко. Да. А эти, как они, штурмовики, которые были на мотоциклах, бжин-бжин-байкеры, они, оказывается, настроились на канал связи Дина, Джарина и Угнота. Откуда они знали? Канал не зашифрован. Канал общедоступный. Почему только они тогда на этот канал настроились? И слышат, как Дин Джарин говорит, спасай малыша, Угнот, спасай. Угнот там хлещет этого. На Блурге скачет. Блурга. Но байки быстрее Блурга и Угноту убивают. Жалко, собственно. Вот у меня поэтому. Жалко. Жалко. Жалко франшизу. Да. Жалко. Жалко. Очень жалко. Короче, режиссер Дебора Чоу. Вот. Да. Кадры. Режиссер Дебора Чоу будет снимать, будет шоу-раннером сериала про Кеноби. А сериалу про Кеноби все-таки быть. Ну, там какие-то у них были буксы какие-то. Ну, вроде. Буксы были связаны с тем, что, как я читал, сценарий Кеноби был один в один сценарий Мандалорца с небольшими изменениями. Ну, да. Там сценарные проблемы. Мы про это говорили в прошлых сериях. Вот, дорогие друзья. Вот такая вот серия. Она, по сути, является половиной, можно сказать, одной финальной серии. Да. Две последних серии очень похожи, как на одну серию. Ну, как будто разбиты на две части. Да. Мне понравилось. Бодренько, бодренько. Мне понравилось. Угнота очень жалко. Угнота очень жалко. Но все закончится хорошо. Более-менее, я вам так скажу. Вот. Газфринг на месте. Дроид нянька есть. Я даже знаю, как его называть. Малыш Гидеон, Газфринг или Мов Гидеон. Мов Гидеон, говори. Что ты все-таки уменьшил ласкать ко всем. Вот. Просто Иван соскучился по вам, наши дорогие подписчики. Это так проявляется любовь. Спасибо, что посмотрели. А может быть, кстати, вот опять же, Малыш Гидеон тоже отрицательный персонаж. Ну, он там треугольнику продается в конце. Прости, Господи, мою грешную душу. Ааа, вырежи это. Просто вырежи. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки или дизлайки. Да. Подписывайтесь на канал. Обязательно. Жмяк, жмяк, колокольчик. Вот. Этим вы улучшаете наше настроение, нашу веру в самих себя. Мы тут самоизолированно сидим в этой комнате. Пишите комментарии. Никуда отсюда не выходим. Как вы самоизолировались, пишите комментарии. Пишите, да. И подавайте заявки на игру. Приезжайте. Со 2 по 15 августа в Китеже век дракона. Ждем ваших заявок, вас, ваших детей и всех наших верных соратников, мастеров. Это был Иван. Это был Кирилл. Да пребудет с вами сила. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок